Вчера в 5 часов дня на советской авеню близ 10-го строения произошло автомобильное крушение. В жанре и мир перевернулся. С ног на голову встал зелёный зазу, апофеоз нахохлившегося автомобилестроения. В момент кувырка в нём находилась толпа из пяти пьянющих подростков, в том числе одна девица. Поводом для перевёртыша послужило невменяемое состояние рулевого и попавшееся под Запорожье колесо 99-е, мирно парковавшееся у обочины. При повороте Запорожье совершил каскадёрский трюк. Проехал несколько метров на двух левых колёсах, налетел на угол 99-ки, подскочил, совершил несколько кульбитов вдоль продольной оси и замер кверху лапами. Со стороны смотрелось эффектно. Буквально перед глазами вот этот запорожье перевернулся, задев вон ту машину, девятку, ой, 99-ю. Всё, больше я ничего не видел. Оно стояло припаркованное, да? Я не успел даже понять, я потихонечку ехал. Я, говорят, стояла девятка. Потихонечку ехал, я даже не понял, стояла она, наверное, что... А они, так я понял, что хотели повернуть, видимо, сюда налево. Или там что-то заклинило у них что-то. А кто находился в Запорожье? Вы видели? Ой, там их куча целая была, малолетая. После энергичного кувыркания ЗЗ, зелёный запорожец, помялся, что, впрочем, его не испортило больше, чем было. Пьяная молодёжь при коловоращениях почти не повредилась. Ну, только девушка слегка побилась, но она от госпитализации отказалась. 99-й досталось ещё меньше, ей только сгладило угол, а внутри неё никого не было. Так что случай в целом не трагичный, а скорее забавный и визуально эффектный. Редкая машина может позволить себе такие трюкачества. Ну, а пьяные пацаны добились чего хотели. Поехали они полихачить и сделали это достойно. Только замятое крыло 99-ки надо деньги платить. А кто был за рулём, парни скрывают. Что ж, в этом случае ущерб можно раскинуть на пятерых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова